Закат модели Таким был капитализм в XIX веке, и он очень хорошо себя чувствовал. Кризисы начались тогда, когда люди пожелали проедать то, что они не заработали. Когда требования стали непомерны, работать как можно меньше, получать как можно больше, напрягаться как можно меньше. Нет, спортивную форму надо сохранять, и каждый, кто работает, каждый так называемый трудящийся, неважно где он трудится, в редакции или на фабрике, И каждая страна должна сохранять свою рабочую спортивную форму. Потому что если вы работаете в 10 раз хуже, чем Германия, а получать хотите столько же, сколько получают в Германии, И такое же социальное обеспечение, такой же социальный пакет, то вас ждет дефолт, и вы вылетите в трубу. А если другие попытаются вас содержать, то и они вылетят в трубу. Я ничего ужасного не вижу в том, что Европа постепенно с воплями, с астонами, с коммунистическими митингами идет в сторону к жизни по средствам. Коммунисты пусть говорят все, что хотят, или пусть изобретают вечный двигатель, или пусть сохраняют здравый смысл и смиряются с экономическими законами. То, что было в Европе с непомерной социалкой, это то, что произошло бы, если бы люди решили не считаться законом всемирного тяготения. То есть все камни, вообще все, что может, упало бы им на голову. И вот это все, что могло упасть в экономическом плане на голову людей, которые расслабились и решили, что булки растут на деревьях, а творог добывают из вареников, на них упало. Вот сейчас они шишек себе набили, а нам урок впредь, когда мы будем строить свой нормальный капитализм, не забывать о принципе, как потопаешь, так и полопаешь. Защищать детей, защищать больных, защищать стариков. Всех остальных защищать не надо, пусть работают сами. Спасибо. 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 Спасибо.